чемпион добрый вечер друзья на ваших экранах история мирового бокса 30 октября 1974 года эпохальный матч Джордж Формен против Мухаммеда Али черная ночь в черной Африке так было задумано организаторами этого боя это бой который остался в истории навсегда о нем написано масса книг снято несколько фильмов в том числе и документальный фильм когда мы были королями это была битва поистине двух титанов Джордж Формен в красных трусах и Мухаммед Али который приехал в Африку уже в ореоле борца против апартеида и в ореоле борца против войны во Вьетнаме Джордж Формен в те времена это была страшная угроза считалось что нет в мире сильнее бойца чем Джордж Формен Формен когда-то приехал на Олимпийские игры в Мексику с 18 любительскими боями за плечами и с довольно солидным количеством приводов в полицию Формен Формен убрал со своей дороги всех настолько он был силен просто чудовищно силен физически его профессиональная карьера это была эксплуатация его физических данных и его странная манера вести бой если вы последите за ним вы увидите что он как будто чрезмерно размашист он странно держит руки он не сжимает кулаки но его удары не мог выдержать никто и Мухаммед Али и его самое непредсказуемое и самое действенное оружие его ноги Мухаммед Али стройный кажется даже неатлетичный симпатичный парень который выдерживает удары Формена не моргнул глаза к этому бою особенно после него если кто и сомневался что в мире есть действительно величайший боксер всех времен то после этого боя уже все сомнения исчезли предыстория этого боя предчувствия предсказания уверенность одних и сомнения других все это создало такую фантастическую атмосферу вокруг этого боя что писатель Норман Меллер построил весь свой знаменитый роман the fight то есть бой именно вот на этих ощущениях ну если честно говорить то многие считали большинство считало что именно Форман это тот самый топор который обрушится на голову Мухаммеда Али который покончит с этой живой легенд ни у кого не было сомнений что силовое превосходство и ударная мощь Формана настолько велики что с ними не совладать никому и сам Форман так думал он с усмешкой потом вспоминал он говорил я считал что нет в мире силы способны меня побить мне казалось что я луну с неба могу сбить удар Форман загоняет Мухаммеда Али в угол канатом зачастую и сам Али становится канатом это его любимая позиция как ни странно все помнят эти знаменитые спарринги когда Али часами стоял прижавшись спиной канатом а спарринг партнеры работая в полную силу менялись один за другим всех удивило вот эта странная тактика которую избрал Мухаммед Али да Форман прекрасно понимал каковы ноги у его противника он понимал что его надо отсекать от свободного пространства но тут казалось бы Али делает ошибку он просто сам помогает противнику отступая по прямой но это только Али мог себе позволить потом анализируя этот бой все сошлись во мнении что это была обдуманная тактика и что Али поставил себе главную задачу заставить Формана устать потому что Форман в отличие от Али который абсолютно всегда был расслаблен и свободен Форман вкладывался в каждый удар как сейчас все попытки Мохаммеда Али казалось бы лишить уверенности Джорджа Формана заставить его промахиваться и проваливаться они на Формана по крайней мере в психологическом плане не действовали он не снижал давление и вот эти вот чудовищные силы удары Формана они все-таки свою цель не находили Али же видел все он видел те моменты когда Форман открыт во время своей атаки он видел как трудно Форману потом побороть свою собственную инерцию когда он промахивается он все просчитывал для тех кто превозносит нынешних тяжей нынешнее поколение чемпионов совет небольшой присмотритесь к Мухаммеду Али и вы поймете что нет сейчас таких тяжеловесов каким был Мухаммед Али высокий стройный быстрый но никто не знал по-настоящему насколько он быстр его ноги как пружины его удивительная скорость в ударах его потрясающая способность читать замысел противника заранее еще только кто-то и подумал что-то сделать Али уже знает что это будет и как будет заметили форма уже сомневается при своих атаках если он действовал крайне решительно в начале боя то сейчас он выцеливает но с некоторым сомнением и психологически это Али кто держит бой под контролем он как бы на вис над формами он дает ему возможность работать выкладываться наносить удары но попасть в Али жестко очень сложно он отклоняясь на какие-то миллиметры гасит удар смягчает его Али как всегда нарушал все азы все каноны профессионального боя все мы знаем что ни в коем случае нельзя защищаться отходом назад по прямой Али это дело строго запрещен любым тренером вот такой отклон назад Али это делал он мог себе позволить все что хотел большой Джордж еще никогда не сталкивался с таким противником с такой странной постоянно ускользающей целью но не надо забывать что Али еще ко всему прочему во время вот такой жаркой схватки умудрялся отпускать всякие колкости в адрес формы после особенно яростной атаки он говорил ему это все все на что ты способен он 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 Четвертый раунд. Хорман по-прежнему давит. Он, не моргнув глазом, пропускает удары Али. Он даже бравирует своей стойкостью. Ведь Али никогда не считался таким выраженным нокаутером, каким был форма. Но Норман Меллер, который был возле ринга, писал, что его поразила очень странная вещь. Но Али бил очень жестко, чего он раньше никогда не делал. Он наверняка наносил сильный акцентированный удар, когда был уверен. Уверен в том, что попадет. Здесь же он бил жестко. Очень быстро, но очень жестко. И это удивило Меллера, потому что он-то знал манеру Мохаммеда Али. Большинство противников Мохаммеда Али знало, что Али невероятно быстр. Но после боя они говорили, мы знали, что он быстрый, но мы не знали, насколько он быстрый. Потому что это чувствуешь только в ринге. Один удар Джорджа Формана подбросил в воздух чемпиона мира Джо Фрейзера, если помните. Тот старый бой. Здесь град ударов обрушивается на Мохаммеда Али. И никакого эффекта. Секрет удара Мохаммеда Али – это не столько даже сама быстрота, сколько ускорение к концу. Обратите внимание, насколько таким жалящим удар выглядит. То есть он начинается обычно, а заканчивается так, что перчатки практически не видно в полете. Али уверен в своей тактике. Он дает возможность Джорджу Форману работать в полную силу. Все потом задавались вопросом, а ведь он мог спокойно обмануть Формана в движении. Он мог двигаться, он мог проваливать его. Он никогда не позволял ни одному сопернику прижать себя канатом или загнать в угол. Только если он сам этого хотел. Зачем же так долго стоять под этой страшной бомбежкой? Но Али нужно было только одно, чтобы Форман устал. Дикие свинги, размашистые удары. Тяжеленные кулаки Формана. Позвольте, ну еще чуть-чуть и все, Али будет повержен. Я бы, честно говоря, просто в замедленной съемке показал бы как-нибудь все эти трюки защитные Мухаммеда Алиева. И вы бы все поняли, насколько опасную и в то же время насколько уверенную игру ввел Мухаммед Алиев. Да в каждом бою, а в этом в особенности. Видите, он даже не дает себе труда выйти от канатов. Даже когда Форман устает и делает шаг назад. Он стоит там и ждет. И Форман попадает в эту ловушку. Как истинному нокаутеру Форману нужна неподвижная цель. И он ее как будто находит. И вот первый звонок. Несколько четких правых ударов в голову проводит Мухаммед Али. Еще раз справа. Острый жалюще и удар. Мухаммед Али. Оглядываясь назад. Когда понимаешь, что бокс не стареет. Со временем он не становится ни лучше, ни хуже. Просто меняются звезды. Но абсолютные величины остаются в истории бокса навсегда. Продолжение следует. Он говорит. Продолжение следует. Шестой раунд начинается, как видите, несколько вяло. Шестой раунд начинается. Но в цель это Мохамед Али мудит Джорджа Формуна, провоцирует его на атаку. И он снова заходит к канатам. Мохамед Али никогда не гнушался приемами на грани фола. И вот умение придержать противника за шею, прижать его, толкнуть его локтем. Это, в общем, в порядке вещей в профессиональном боксе было всегда. Но то же самое делал и Джордж Формен. Али здорово чувствовал этот ритм действий Джорджа Формена. Поэтому достаточно было первому удару лечь на цель, так как Али уже знал, куда он будет уклоняться от второго. И тяжеленные кулаки Формена постоянно натыкаются на плечи, предплечья Мохамеда Али. Он их сбивает, гасит. И в таком рваном ритме умудряется заставить Формуну то попасть по защите, то вообще попасть в пустоту. Отсюда и неуверенность действий Формуна к шестому раунду. Он никак не может раскрыть противника. Представь, что ты встречаешь кого-то и... К седьмому раунду Большой Джордж немножко обескуражен. Снова Али тянет его за собой. Снова ложится спиной на канаты. Уже, можно сказать, мечта любого нокаутера. Такая позиция противника. Но именно вот в этой позиции Джордж Формен ничего поделать с противником не может. Али никогда не встречает жестко атаки Джорджа Формен. Удары Большого Джорджа попадают словно бы в пружину. Отскакивая от мягкой, скользкой какой-то... Такой пружинистой защиты. И это его, конечно, разочаровывает. Мягко говоря. Удивительная способность Мухаммада Али сохранять высочайшую скорость своих ударов до конца. До самого изнурительного боя все это знали. И Джордж это знал. Может быть, он тогда до конца не понимал, как, в общем-то, его обманывают, как его введут в ту самую ловушку, которую Али для него приготовил. Он делал свое дело. Он был настолько уверен в своей мощи, что думал, что рано или поздно хотя бы один удар проскочит чисто по цели, и все будет кончено. Когда Али хочет, он свободно уходит с того места, куда сам же и зашел. И Джордж начинает уставать. Если вы заметили, Али что-то говорит в форме. Ему очень важно раззадорить противника. Заставить его горячиться и делать ошибки. И, как всегда, в углу Мухаммеда Али его верный тренер Анджела Данди. Данди, которого сейчас вспоминают как величайшего тренера, если не всех, то тех времен, он был тренером 13 чемпионов мира. Он их подготовил. Поэтому каждый боец в те времена мечтал попасть ну, хотя бы на такие курсы Анджела Данди. Это был странный союз и сейчас просто нет времени рассказывать об этом. Мощным свингом промахивается Джордж. И с этого момента Мохаммед Али понимает, что противник в его руках. Это только еще Джордж Форман не понимает. Те, кто сидел дальше первого ряда во время этого боя, никак не понимали, как Мохаммед Али может все это выдержать. Звук от ударов разносился в воздухе вообще чуть ли не на целый километр. Никто тогда еще не понимал, что Мохаммед Али не пропускал ни единого из этих страшных выстрелов в Джорджа Форме. Джордж совсем расслабился. показалось, что и Мохаммед Али измотал. Что они одинаково устали. И какой же сюрприз его ждал. Снова и снова. Повторяясь, Джордж Форман атакует. Но это его последняя атака. Следите. Правый, жесткий правый потрясает Большого Джорджа. И знаменитая двойка раз-два точно в подбородок ставит точку в этом бою, в этой схватке и в истории противостояния Формана и Моли. Знаете, настолько страшен был Форман. Настолько считался непобедимым грозным, несокрушимым. Что очень многие газеты, не только, кстати, в Соединенных Штатах, вышли с одним и тем же заголовком. Вернее, они не вышли, они были готовы выйти под этим заголовком. Конец легенды. им пришлось срочно переверстывать. Легенда осталась легендой. Вот этот момент. Алик, который был-то вообще импровизатором, режиссером своих боев, в данном случае проявил такую фантастическую силу, духа, выдержку и расчет, что оставил себя в этом бою и этот бой в истории навек. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»